Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу с вами поделиться и ответить на некоторые вопросы при вязании, соответственно, одной из мушек. У меня возник вопрос, если вы сможете обратить внимание на тело, необходимо, чтобы цвет тела у меня был такой нежно-креморозовый, непонятно даже близкий к какому оттеночку. Нежно-нежно-розовый. Мои поиски соответствующего даббинга и антрона успехом не закончились. И чисто так случайно, но случайности не бывает. Я обратил внимание на вот нашу любимую, вот такую всевозможную тесьму, которая есть. Я нашел нежно-морковного цвета, немножко темнее вот такой. Вернее, светлее. И попробовал изготовить вот для начала такую бокоплавчика. Как вы видите, соответственно, все то, что у меня, я запланировал, и цвет, и оттенок, и все меня вполне устроило. Мои эксперименты с этим даббингом показали, что он близок к вот такому даббингу, который продается специально для вязания сухих мушек. Это синтетически очень-очень тонкий даббинг. Поэтому здесь уже изначально он как пух, волосиночки отделены. А то, что я, допустим, делаю, попытался настричь из тесьмы, ну, выходит вот такая немножечко не совсем красивая, но рабочая смесь. Очень сложно вот эти волокна отделить так, чтобы они были. Можно, конечно, потратить время начесать. Я пробовал, есть у меня вот с тросика сделана такая чесалочка, и я из нее пытался начесать. Но, скажу вам честно, изготовленный вот тот бокоплав, который я вам показал, он, ну, ничем не проявляется, вот эта скучность материала. Мы сейчас с вами будем изготавливать, опять же, обыкновенную чешскую нимху, которая, ну, практически ловит все и везде. Не будем останавливаться вот на этой модели, она несколько сложнее. Но мои контрольные испытания и то, что ловили на вот таких ручейников веснянок, которые я уже друзьям своим поотсылал для пробы, ловит достаточно хорошо и плавает просто великолепно. Поэтому, если мы подгрузим нашу нимху и опустим вниз, то достаточно хорошо играет вот это вот волокно, как антрон, близкое к этому, но немножко не то. Будем говорить так, почти как искусственный шелк. Давайте приступим, и в процессе я буду отвечать на ваши вопросы. Крючок мы взяли с вами по форме граб-шримп, которые есть, и рассказывают, что, в принципе-то, они годятся. Но, как вы знаете по моим фильмам, я не всегда использую, вот у меня имеется другая вот такая вот серия, которая близкие тоже хорошие, имеет загиб. И я взял десятый номер, так как мы будем огружать свинцом, и нам необходимо, чтобы было достаточно места для того, чтобы мы могли иметь хороший зацепт рыбы. Как всегда, берем совсем немножечко, вот я использую вот такой клей, это не обязательно такой, любой, который у вас есть, секундный клей, как его называют. Промазываем цевьё, и я, как обычно, круглый вот такой свинец, разный по диаметру они есть, и мне, когда он не подходит, я начинаю его прокатывать валиком. Но продажи вы можете найти в художественных, разных всевозможных магазинах, вот продаётся в медицинских даже, вот такой листовой свинец, который уже готов, отрезать необходимо только полосочку. Приблизительно там, где вот у нас будет начинаться наш небольшой загиб, где хвостик будем формировать, зажимаем слегка ноготочком, делаем пару-тройку оборотов, и после этого, уже удерживая более качественно, начинаем виточек к виточку. Огрузку можно выбрать и медной проволокой, то есть так, как вам будет удобно. Не доходим до нашего колечка, буквально несколько миллиметров, и удаляем остатки свинца. Я, как всегда, ноготком можно, краем ножниц, немножко пригладили наш свинец, после этого я опять слегка набираю клей, и уже более качественно промазываю перед колечком, и там, где будет у нас крепиться хвостик. Значит, что касается нитки. Нитку я беру, она у меня, так, будем говорить, чисто техническая, это где-то 6.0, но вы для себя можете подобрать любую, которая вам подходит, желательно, чтобы она была светлых тонов, так как морковка наша, морковный цвет может проявиться, поэтому нам нужно достаточно хорошо подготовить наше тело. Закрепили, дошли до хвостика, и вот здесь я уже только удаляю нить, потому что так более удобнее, и меньше времени тратится. Ставим крючок в удобное положение. И обычно у меня остаются остатки вот всевозможных таких вот даже бракованных перьев, которые вот от цесарки. Я буду делать имитацию хвостика. Вот я возьму сейчас небольшую щепоточку, чтобы не было у меня скученности материала, я необходимое количество отрезаю. Подравниваем, смотрим количество. В принципе-то меня это устраивает. Вымеряем немножечко длину, прикладываем и притяжной петлей мы подхватываем сразу наш хвостик. Удерживаем, чтобы он не убежал, а остался у нас сверху, и уже окончательно его закрепим, следим, чтобы нитка не попала, нажала крючка. Все, годится, закрепили. Это вот все безобразие, которое получается от материала, мы с вами потом все исправим. Вот, как вы видите, вот такого хвостика вполне будет достаточно. Переходим к следующему материалу. Продаются всевозможные вот такие вот пленки, которые для тела, боди-стрейч. Значит, я подобрал по цвету близкий такому к телесному, и чтобы подходила более-менее ширина. По-прежнему использую эту нить. Отрезал слегка на косую, чтобы было мне удобно вначале подхватить. Как только я вот первым виточком подхватил, я сразу немножечко в натяжку, чтобы не было, опять же, скомканности материала, я подвожу к месту крепления хвостика. Годится. Нам необходимо его еще немножечко приукрасить, поэтому я взял плоский, аллографический вот такой вот люрекс. Это даже не люрекс, а было елочное украшение, которое я использую уже не один год. Подхватили и до самого края, там, где мы остановили нашу пленочку. Нам необходимо с вами будет продавить тело, показать сегменты нашего бокоплава или ручейничка, или как, кого мы тут захотим. Я взял леску. Для удобства я уже неоднократно показывал. Я беру, не отрезаю тот кусок, который мне необходим, сделал вот такой своеобразный челночок, кассетницу, и работаю. Леску мы крепим снизу, но леска не должна доходить хотя бы полтора миллиметра или один миллиметр до того места, где мы закрепили нашу резиночку, и начнется у нас сегментирование тела. Это очень-очень важно, потому что если мы ближе или дальше, не получится более-менее качественно, красиво сделать тело. Ну, теперь остается только лишь подровнять вот ниткой, как я уже говорю, этой вспомогательной наше тело, чтобы не проявилось при намокании свинец, и все вот такие вот неровности сразу убираем. Сколько, это вы уже определите сами. Можно сплющить для того, чтобы было несколько удобно потом работать с телом. Ну, я уже привык делать так, поэтому, как вам будет удобно, делайте так. Это не является уже, как говорится, каноном или панацеей. Узловязым делаем пару-тройку оборотов, и теперь мы поменяем нить. Нить вот я беру сейчас уже достаточно тонкую, но крепкую. Значит, учитывая то, что у меня вот розового цвета нет, я беру тончайшую. Вот эта нить была 300 единиц, 300 дэн. Я ее распустил пополам, и вот она у меня вышла 600. То есть, если так брать ее и сравнивать с толщиной каких-либо других ниток, то получается она у нас даже не 0,17, а значительно больше. Поэтому достаточно удобно и хорошо работать с этой нитью. Теперь самое важное. Чтобы не было скучности материала, нежелательно, чтобы было очень много. Я обычно всегда стараюсь слегка провощить, но дело в том, что эта нитка уже вощеная. И беру совсем небольшими вот такими порциями, вот буквально совсем-совсем-совсем немножечко, и начинаю добавлять на свою нить. Следим за тем, чтобы не было у нас бугров, узлов, потому что достаточно некрасиво, потом уже будет смотреться наша нимфочка. Не стремитесь буквально сантиметров 20-30 изготовить даббинговую нить. Очень неудобно работать, и отчасти не всегда получается ее проконтролировать. Ну, буквально вот 10-12 сантиметров. Теперь для украшения, я вот там, извините, где у нас хвостик жопка, я добавлю немножечко вот такого даббина. Он ультрафиолетовый, что дополнительно привлекает еще при глубоководных рыбалках, но и в то же время при плохой освещенности, когда сумеречно, нашу рыбу. Уводим леску в сторону, и теперь до первого касания нашей нитки подхватили, убрали вот ту нить, которая нам мешает, и начинаем на одном месте формировать вот небольшое такое утолщение. Только после этого мы переходим за нашу леску. Как только сделали пару-тройку оборотов, обязательно нам опять нужно перепроверить наш даббинг, чтобы он у нас достаточно хорошо лежал на нашей нитке. И уже аккуратно, вот виточек к виточку, как вы видите, у нас не сильно проявляются, вот те куски, которые мы с вами набрали. Берем еще небольшую порцию, и точно так же добавляем, формируя наше тело. И, понятное дело, две трети мы должны изготовить тело вот из нашей вот такой тесьмы. Я изготовлю, и потом мы с вами дальше продолжим. И вот, друзья мои, мы с вами, как вы видите, две трети изготовили тело. Можно дополнительно, вот у меня имеются вот такие вот разные всевозможные щеточки, расчесочки, подчесать. Как вы видите, у нас вылезли все наши неровности. После этого я беру наш люрекс, ставлю в удобное положение для себя, и начинаю сегментировать нашим люрексом шаг. Ну, выбрать можно, в принципе-то вы сами выберите, какой вам удобно. Привлекательности здесь уже и так больше, чем достаточно. Ну, я обычно всегда изготавливаю вот таким способом. Если нет, можно использовать кристалл флэш. Любой, можно и без него тоже будет ловить. Не думайте, что это является как панацеей. Закрепим наш люрекс. Лишнее сразу удаляем. И теперь, самое важное, мы должны с вами уже более-менее аккуратненько подготовить наше тело, чтобы пленочка лежала. Крючок с небольшим отводом жала, поэтому не всегда угадываешь пленочку, которую укладываешь сверху. Я выбрал, слегка натянул, не отпускаю нитку, катушку и все остальное. Делаю 3-4 оборота в одном месте. И только после этого, опять же, чтобы не попадала моя тесьма, даббинг, который я подготовил, я буду это все сегментировать с помощью моей щеточки. Вот смотрите, как вы видите, я уже неоднократно показывал. Вот мы вышли на ту точку, где мы должны делать с вами сегментирование. Если бы мы промотали до самого конца, пришлось бы под очень острым углом выходить. Аккуратно следим за тем, чтобы мы не попали на жало леской, хотя она выдержит. Леска где-то 0,12. Убираем сразу волоски, которые нам мешают. И следим за тем, чтобы мы нашу пленку никуда не утянула леска. Подравниваем. Шаг желательно выдерживать одинаковый, так как от этого уже зависит вся красота нашего готового изделия. Продавливать без лишнего фанатизма, но так, чтобы хорошо просматривались вот эти ребрышки, которые мы с вами делаем. Сколько их, это чисто экспериментально, поэтому что-либо такое вам сказать, что их там должно быть или 10, или 12. Это, я считаю, что неправильно. Раз, два. Опять убираем наши четыре виточка назад. Не добрал. Добрал. Наши четыре виточка назад. Я с хорошей натяжкой проматываю леску вот три-четыре раза, потому что леска имеет особенность плохо держаться на нашем материале. Буквально немножко, пять-семь раз я прошелся по одному и тому же месту, и теперь я удаляю все это. Леска нам уже с вами, друзья, не нужна. Опять, для красоты и привлекательности можно использовать вот такой оранжевый даббинг, вот такой близкий к морковному цвету даббинг. Можно использовать, у меня есть вот такой даббинг. То есть, мы сделаем вот такую точечку, которая будет еще дополнительно привлекать, помимо нашей, извините, жопки, будет привлекать еще рыбу здесь. И только потом мы уже начнем с вами формировать вот те лапки, которые у нас будут. Ну, близкие я вот делаю в основном, как говорится, к ручейнику. Нужно не очень много, но так, чтобы можно было вот эту вот полосочку хорошо потом различить на мушке. Она не будет ни на что влиять, поэтому толщина ее нормальная, хорошая. Теперь, что касается даббинга черного. Вы у меня неоднократно спрашивали, вот я как зеницу ока берегу, у меня вот остался вот такой даббинг. Это сразу уже с блестками, совсем-совсем готовым. Они достаточно хорошие, дают ножки. Длина ворсы хорошая у кролика. Но, когда я вяжу стримера всевозможные, у меня остаются остатки подшерстка, песца. Вот я их отдельно в коробочку складываю, там два-три. Вот, как вы видите, можете сразу обратить внимание, что это вот пучок, вытащенный под шерстка. Так как нить у меня белая, а мне надо, чтобы она была у меня уже черная, я ее не буду менять. Я возьму черный маркер и спокойненько закрашу, ну, необходимое количество нити. Не убираем-то, как он нам еще понадобится. И теперь я, вот учитывая то, что длина ворсы у меня достаточно длинная, я стараюсь уложить не сильно комкое материал, но так, чтобы мои ворсиночки потом при наматывании, вот если вы сможете вот так увидеть, при наматывании они будут у меня создавать имитацию лапок. Опять же, прошу вас, не делайте большой скучности материала. Должно быть достаточно и распределено по всей длине. Два, три, четыре раза. Лучше пять раз потом пройтись по одному и тому же месту, чем оставить шарик. Вот вышла вот такая, я не прокручиваю. Начинаю вот от моей сформировавшейся этой точки прицеливания уже формировать больше свою пышную грудку. Как вы видите, вот у меня вышло вот такой кусочек. Я дойду до колечка, и потом мы с вами уже дальше будем продолжать. Вот мы дошли с вами до колечка. Как вы видите, я здесь ничего не подматываю. Доставил буквально полмиллиметра-миллиметр чистого металла, крючка самого. И теперь я слегка увлажнив пальцы, вот эти вот все волоски стараюсь увести назад и вниз, чтобы у меня возле колечка не возникало проблем с формированием головки. Вот вы видите, почти все у нас более-менее нормально удалось. Только после этого я беру нашу пленочку, удерживая опять же вот так вот мех, который мы с вами намотали. Следим за тем, чтобы опять у нас, так как крючок с изгибом, попал строго-строго у нас по центру отвода колечка. Иначе будет у нас несимпатично все это смотреться. Буквально один оборотик я делаю для того, чтобы подхватить. И теперь уже более качественно. Два, три, все зависит от толщины вашей нити. Необходимо здесь промотать. Три-четыре раза вполне достаточно. После этого я беру, оттягиваю мою пленочку. Опять же, друзья, следим за тем, чтобы не попался наш у нас здесь волос. Хотя, если он попадется, это все потом легко устраняется. Пару-тройку оборотов. И теперь уже мы начинаем крепить окончательно нашу резиночку. Пластик, который формировал наше тело еще. Аккуратно, не за один раз, натягиваем пленку и аккуратненько все срезаем. И уже более качественно сформируем саму головку. Как бы вы ни старались, все равно где-то микроволосочки, микро-какие-то частички обязательно попадут на нашу головку, которую мы с вами формируем. Поэтому я обычно всегда пользуюсь зажигалкой. Проблем не возникает. Вот этого вполне достаточно, так как лак нам даст еще дополнительный объем. берем наш узловяз. И теперь все, удаляем нашу нить. Теперь самое важное. Вот смотрите, когда у вас бывает, ну всякое, вот попадают вот здесь волоски, опять же, увлажните пальцы, уведите все вот так вот, те бородочки меха, вернее, остинки меха, и после этого только вот так вот можно быстренько раз-два, и у нас все возле колечка удаляются ненужные наши материалы. Я беру бесцветный лак, можно черный, но я обычно всегда пользуюсь бесцветным. Использую я вот такой хендесовский лак, можно использовать любой, кроме лака для ногтей. И буквально нанесу капельку лака с одной и с другой стороны, для того, чтобы он у нас впитался. В труднодоступные места, друзья, берем нашу иголочку, вплоть до, подбираем толщину нашей иглы, чтобы можно использовать и инсулиновые. Пока вот первый слой, который мы с вами внесли, пропитывается, я беру уже обыкновенный, такой вот перманентный маркер коричневый, и стараюсь аккуратненько вот эту часть, где мы сформировали с вами грудку, закрасить. Нет, закрасьте черным. Держит он достаточно хорошо цвет, и все остальное. То есть, не вымывается на пленке. На полиэтилене, да, приходится иногда докрашивать уже на рыбалке. Ну, это издержки нашего производства, так как мы не можем себе позволить там сделать черный, там сделать коричневый. Как вы видите, ножки я пока не трогаю, тело я пока не дочесываю, потому что при формировании головки, вот все торчащие наши волоски меха нам будут друзья мешать. Это нам не нужно. И теперь аккуратненько, так как у меня уже часть лака впиталась, я аккуратненько иглой уже наношу лак. Эту операцию необходимо повторить и два, три раза до тех пор, пока достаточно хорошо не впитается наш лак. И только лишь после этого вот надо брать уже, как вы видите, здесь у меня уже начесаны лапки. Ничем не отличается вот тот, который мы с вами уже изготовили. Другой бакоплавчик. И только после этого я беру или стросика, которая сделана вот моя чесалочка, или допустим это можно дабинговой иглой. Только после этого я беру, когда будет сформирована головка, я начинаю вот все вот эти вот волоски возвращать вот сюда. Ну и опять же он у нас получится достаточно лохматенький, достаточно красивый, как вы видите. Вот ничем не хуже, если мы будем использовать другой, более натуральный дабинг, который предназначен для этого. Благодарю вас за внимание, друзья. До скорых встреч! до новых встреч!